Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге Исаии Вавилонского, мы обратимся сейчас к 48 главе. 48 глава – это речь, которую пророк от лица Господня обращает к своим соплеменникам, к сынам Израилевым, к дому Иакова. И здесь Бог говорит через пророка некоторые очевидные вещи, а некоторые далеко неочевидные, совершенно удивительно, очень важные. Слушайте, дом Иакова, называющийся именем Израиля, клянущийся именем Господа, исповедующий Бога Израилева. Такое довольно торжественное обращение, которое, кстати говоря, здорово контрастирует с тем насмешливым, саркастическим обращением к языческим народам, которые мы видим в предыдущих, по меньшей мере, двух главах. Здесь чрезвычайно возвышенным языком дом Иакова, называющийся именем Израиля, происшедший от источника Иуды, это действительно такое, я бы сказал, вот торжественное именование тех, кто исповедует Бога Израилева. Однако ж в заключении этого первого стиха сказано, вот клянущиеся именем Господа, исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Они называют себя происходящими из Иерусалима, опираются на Бога Иаковлева. Оказывается, есть некоторое для Бога достаточно очевидное отличие между тем, кем мы призваны быть, кем мы призваны считаться перед Богом, ну вот как здесь, называющийся именем Израиля, и тем, что есть на самом деле. Понимаете, исповедующий подлинного настоящего Бога, единого истинного Бога Израилева, тоже мы далеко не всегда чисты сердцем перед Ним. И мотивы наши перед Богом далеко не всегда до конца прозрачны. И нередко, знаете ли, вот наблюдается в нас такая же корысть, такое же потребительство по отношению к настоящему Богу, какие характерны для язычников по отношению к их нелепым истуканам. Это Бог видит именно потому, что Бог настоящий. Он видит и нашу правду, и призвание, и нашу неправду, и неспособность, несоразмерность величия нашего призвания. Это чрезвычайно тоже такой отрезвляющий, я бы сказал, момент. Дальше Господь говорит через пророка, вот смотрите, все, что раньше было, имеется в виду, очевидно, пленение, изгнание, разрушение Иерусалима. Я задолго объявлял, из уст моих выходило оно, я возвещал, и все сбывалось. Я знал, что ты упоренный, что в шее твоей жилы железный, лоб твой медный. Ну и, в общем, это, конечно, цитата из пророка Исаии Иерусалимского, в начале книги которого мы встречаем примерно те же самые выражения, в какую шею тебя бить, народ мой, вся голова в ранах. Вот я знал, что в шее твоей жилы железные, поэтому заранее тебе задолго объявил, прежде, нежели происходило. Ну, то есть Господь говорит о том, что, грубо говоря, люди настолько недлительны разумом, тупы, что не в состоянии просто проследить правду Божью в событиях, поэтому Бог заранее об этом говорит, возвещает, чтобы люди знали и могли убедиться, глядя на происходящее. А теперь, говорит Господь, я возвещаю тебе новое и сокровенное, то, чего ты не знал, то, что будет дальше, то, что будет происходить впереди от того момента, когда возвещается это пророчество. Я возвещаю тебе новое и сокровенное, ты не знал этого, не слыхал об этом, и ухо твое прежде не было открыто, то есть ты не мог даже услышать о подобном замысле Божьем, потому что я знал, что ты поступишь вероломно, потому что ты от самого черева матери прозван отступником. Таким образом, мы видим, что в своих действиях, в своем вмешательстве в историю и в том, что говорит Бог через пророка, он учитывает реальность человеческого сердца. Ну, потому что мы нередко удивляемся, почему это Бог не говорит с нами так, как будто мы очень умные, чистые сердцем и добрые. Ну, а Бог имеет дело с реальными людьми, и это очень важно. Ради имени моего отлагал я гнев свой, ради славы моей удерживал тебя от истребления. Оказывается, то, что истребление было неполным, вот это является результатом целенаправленного действия воли Божьей. То, что Бог отлагал свой гнев, не давал ему разгореться, вот это удивительно, вот это чудо. А то, что поступки Израиля прогневали Бога, так это неудивительно. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое. Немножко трудная для понимания фраза, по-видимому, речь идет, во-первых, о том, что Бог, как он уже несколько раз говорил, «Милует народ Божий, потому что таково сердце Бога, ради себя самого и ради славы своей он это делает». И, кстати, через Иезекииля он тоже говорил, в общем, эту же мысль. Но, кроме этого, вот это восклицание, каково было бы нарекание на имя мое, мы можем его отнести и к гневу Божьему, каково было бы нарекание на имя Божье, если бы он не отмстил за беззаконие Израиля, но и каково было бы нарекание на имя Божье, если бы он не помиловал его. Вот ради себя самого, таким образом, Господь, может быть, можно перевести, говорит, ради правды Божьей, ради верности себе, ради того, чтобы своей собственной правде соответствовать. Вот дается и плен, наказание очищения Израиля, и избавление из плена. И дальше снова Господь говорит, «Слушай меня, Аков, Израиль, призванный мой, слушай меня, я тот же, я первый, и я последний». И эти слова, кстати, тоже будут цитироваться в апокалипсисе. Я тот же, я первый, я последний. Мы уже не раз с вами сталкивались в пророческой литературе с тем, что эти люди, авторы этих текстов, в абсолютном большинстве считают, что Бог – единственное действующее лицо истории, что все остальные не самостоятельны в своих поступках, а исполняют то, что Бог захочет, как бы движутся по предназначенным им траекториям. Вот я первый, я последний, я тот же, говорит Господь. По-видимому, подразумевается именно тот факт, что он единственный, кто, чья воля вообще движет всеми событиями. И дальше поэтому переходит разговор на царя Кира. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Имеется в виду, между ними, между язычниками. Они тоже как бы где-то здесь, вот рядом присутствуют, не сошли еще со сцены. Вот кто между ними предсказал, Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над халдеями. Стало быть, вот, автор совершенно явный, ну, я имею в виду автора текста, конечно, путает, возлюбил, призвал, побудил, предначертал, вот такого рода вещи. избрал еще. Есть некоторое отношение Бога к царю Киру, которое где-то выражено словом призвал. Хорошее слово, не очень точное, потому что Кир не то, чтобы расслышал, не то, чтобы взял под козырек, или там возлюбил его, тоже хорошее слово, но, оказывается, это ведет к тому, что этот самый Кир выполняет волю Божью. В общем, некоторое, все же, наверное, надо говорить, призвание, избрание и любовь, вот что-то такими словами выражающееся. Кстати, это очень частый прием библейской поэзии, когда несколькими разными способами описывается сходное понятие, и все эти способы там необходимо рассматривать совместно. Вот я сказал и призвал его, привел его, и путь его будет благоуспешным. Господь говорит о том, что Кир победит. Но при этом надо сказать, что еще пока Вавилон – это сверхдержава, Кир со своими персами, ну, в общем, народ довольно небольшой, незнаменитый, живущий на окраине этой сверхдержавы, и, ну, нелепо было бы, с чисто политической точки зрения, предполагать, что Кир может победить. Если бы в те времена было телевидение и политологи, они бы совершенно все в один голос по телевизору отвердили бы, что Вавилон – это ого-го, это Вавилон, всех победим, потом догоним и еще раз победим. А Бог говорит израильтянам о том, что я вам скажу, что будет, чтобы когда это будет, вы увидели, убедились, что я сказал правду, потому что я Бог истинный. И вот он говорит, Кир победит. Кир победит, он будет благоуспешен. Однако дальше, смотрите, приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. То ли это вдруг от лица Кира, то ли, увлекшись разговором начатым о Кире, вокруг личности царя Кира, пророк, может быть, сам того не замечая, не обозначая, переходит на слова от лица Израиля, или, скорее всего, от лица служителя Господня, от рока Господня, который действительно может сказать, ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. И дальше вот Господь говорит, искупитель твой, святый Израилев, я, Господь Бог твой, ведущий тебя по тому пути, которым тебе должно идти. То ли царь Кир, тот, кого ведут по тому пути, по которому надо, то ли Израиль, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река. Во-первых, здесь, конечно, говорится о том, что если бы люди слушали Слово Божье, слушали заповеди, вот тогда действительно, вот, правда твоя была бы, как волны морские, жизнь в мире была бы совершенно другой. Это ответ на вопрос о том, почему в жизни все так плохо, трудно, страшно, почему в человеческом мире такое количество жестокости, несчастья и горя. Вот Бог говорит, если бы ты внимал заповедям моим, тогда правда твоя была бы, как волны морские, мир твой был бы, как река, несущая живые воды. Напомним, что все это происходит, весь этот разговор на краю пустыни. На краю пустыни, поэтому водоем, как море, правда, мир, как река, это вот действительно нечто живительное. Так вот еще раз, Господь говорит о том, что жизнь такая, какая она есть, какую мы видим, потому что мы не внимаем заповедям Господним. И вне всякого исторического контекста очевидно, что это, да, действительно в самом деле так. Заканчивается эта глава словами о том, что, ну, выходите уже из Вавилона, все, время пришло. На самом деле, еще Кир, кажется, не взял Вавилона и еще не издал Кир указа о том, что все депортированные народы могут возвратиться по своим землям и странам. А пророк израильтянам говорит, ну, вот все, он победит, выходите, бросайте этих всех халдеев, бегите от них, потому что это все, вот, построенное на поклонении лунному Богу, это все рухнет. Вот такое удивительное доверие требуется от израильтян. Поверить в то, что Бог так сказал, что Кир действительно победит, и, несмотря на то, что вавилоняне еще не проиграли, несмотря на то, что вавилоняне еще и не думали и не будут думать отпускать пленников, тем не менее, встать и пойти. И вот дальше, в самых последних стихах главы, распространяете эту весть до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего, и не жаждут они в пустынях, он источает им воду из камня. «Если бы ты внимал заповедям моим, мир твой был бы как река». И рифмой к этой мысли они не жаждут в пустынях. Бог с ними, следовательно, они прибывают, теперь прибывают в Божьей правде, и нет им жажды в пустыне, прямыми сделайте в пустыне пути Господни. Вот источники вод в пустыне, это то, что дает возможность уйти из Вавилона и пройти в землю Израилево напрямую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok